К сожалению, пожилые люди это та часть населения, которая нередко страдает от действий недобросовестных граждан. К примеру, лишаются средств из-за мошенника. Так, доверившись злоумышленникам, 73-летняя жительница Слюдянки потеряла 150 тысяч рублей. Схема по выманиванию денег оказалась довольно распространенной. Аферисты позвонили потерпевшей и представились с сотрудниками службы безопасности банка. Они заявили, что с ее счета хотят снять деньги. Чтобы не потерять свои сбережения, она должна их перевести на якобы безопасный счет. Испуганная пенсионерка отправилась к банкомату, где совершила 15 операций и перевела деньги на электронный кошелек злоумышленников. И только дома женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Очень часто жертвами мошенников в регионе становятся именно пожилые люди. Причина банальна. Они более доверчивые и легко попадаются на удочки. Аферистов. Например, эта легенда, так называемый родственник попал в беду, заключается на следующем. Как правило, в ночное либо вечернее время раздается телефонный звонок. На стационарный телефон человеку звонят. Голос встревоженный говорит о том, что он попал в беду. Представляется каким-то близким родственником, внуком, племянником. После чего трубку берет другой человек, представляется уже должностным лицом и говорит о том, что за деньги готов решить эту проблему. Ряд таких мошенничеств произошел в конце сентября. В полицию Иркутской области обратилось более 15 жителей областного центра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова